Добрый день! Я, Ариэль Бульштейн, официальный представитель Офиса премьер-министра Израиля, познакомлю вас с последними новостями на русском языке. Вчера вечером, после долгих и мучительных задержек, Хамас освободил еще 10 заложников – пятерых подростков, самому младшему из которых всего 13 лет, и пять женщин. Среди освобожденных – Итай Регев и Рая Ротем. Итай был разлучен со своей сестрой Майей и оставлен в застенках Хамаса, когда ее освободили, пять дней назад. А Рая была жестоко разлучена со своей 12-летней дочерью Илой и также оставлена у террористов, когда дочь освободили пять дней назад. Разрывание семейной части и затягивание самого процесса освобождения – это дополнительные методы психологических пыток, применяемых Хамасом. Поскольку сегодня утром было достигнуто соглашение об освобождении вечером дополнительной группы заложников, пауза в военных действиях продолжится и сегодня. Несмотря на соглашение о приостановке боевых действий, армия обороны Израиля была вынуждена уничтожить трех террористов, нарушивших перемирие в Газе прошлой ночи. Продолжаются нападения на Израиль и на других фронтах. Сегодня утром в Иерусалиме террористы, связанные с Хамасом, совершили жестокое нападение на ни в чем не повинных пешеходов и открыли по ним огонь. Результаты трагичные. Три человека погибли, 13 получили ранения, некоторые из них все еще находятся в критическом состоянии. Вчера израильские войска уничтожили Мухаммада Збейди, командира террористической бригады палестинский исламский джихад в Дженине. Збейди был ответственен за многочисленные обстрелы и теракты, а также за ранения и гибель израильских гражданских лиц и солдат. В ходе рейда были задержаны 17 подозреваемых в террористической деятельности и конфисковано значительное количество оружия и боеприпасов. С одной стороны, очень радостно видеть, как столько семьей воссоединяются в этот мрачный час. Однако в руках террористов все еще остаются 145 ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей, которые уже почти два месяца находятся в заложниках в Газе. Их жестоко избивают, мучают и пытают. И они даже не знают, что случилось с их родными и близкими. Жестокость Хамаса не имеет границ. У Лиоры, матери Ноа Аргамани, рак мозга. Она смертельно больна. Она не знает, сколько ей осталось жить. Вчера вечером она опубликовала видео, в котором потребовала от Организации Объединенных Наций и президента Байдена помочь в освобождении дочери. Среди сотен заложников, захваченных бандитами 7 октября, выделяется один образ. Это изображение матери Шири Бибас, держащей на руках двух своих сыновей – Кфира и Ариэля. Этим двум рыжеволосым мальчикам, соответственно, 4 года и 10 месяцев. Вчера в Тель-Авиве прошла акция протеста с требованием их освобождения. Сразу после освобождения маленькой заложницы Эмили Хэнк, ее отец рассказал, что во время плена она была вынуждена все время молчать. А как заставить молчать 10-месячного ребенка? Тетя другого пленника, Эйтана Яоломера, сказала, что в Газе его, 12-летнего подростка, избивали те, кого принято считать мирными жителями. Может, и 10-месячный Ариэль подвергается такому же обращению? Хамас снова и снова играет с Израилем. Когда Израиль потребовал освободить 4-летнего мальчика и 10-месячного младенца, Хамас заявил, что якобы не знает, где они находятся. А вчера Хамасовцы разослали сообщение, в котором утверждали, что дети погибли в результате израильских ударов. То же самое они говорили и о Новомарциану, хотя та была убита самими террористами. С другой стороны, террористы также утверждали, что Ханна Кацир была убита в плену, но в пятницу она была освобождена в рамках первого этапа возвращения заложников. Намеренная дезинформация – это еще одно суровое свидетельство бесчеловечности психологической войны Хамаса. Как мы уже говорили в течение недели, после завершения оперативной паузы Израиль вернется к полномасштабным боевым действиям, чтобы добиться всех наших целей – ликвидировать Хамас, гарантировать, что газа больше не будет представлять угрозы для израильских граждан и освободить всех наших заложников. Как всегда, мы круглосуточно готовы ответить на ваши вопросы по контактной информации на экране. Спасибо.